Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. И сегодня у нас будет неожиданное на видео покупка лошади третьего поколения для аккаунта Даши Панихом, который занимается спасением старых лошадок. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Да-да-да, если вы постоянно смотрите мой канал, в особенности видосы по спасению старых лошадок, то Дашу Панихом вы знаете как ту самую спасительницу старых лошадей полторашнего, да даже первого полторашнего, ну и в будущем второго поколения, куда же от этого деваться. И вы можете видеть, что у нее уже 4 страницы на пастбище и все это старые лошади. Да, я их не качаю, но тем не менее я очень их люблю, ценю и очень рада, что смогла их спасать на отдельный аккаунт, чтобы в будущем снимать вам видео обзоры, к примеру, для новых поколений игроков, как же выглядели старые кони. Но суть не в этом, у нее есть несколько более новых лошадок, такие как, к примеру, мустанг второго поколения, вот такой вот масти, квотера, точнее пентхорса я не считаю, а из третьего поколения у нее всего лишь 2 лошади, это бесплатная лошадь 10 дня рождения и вот этот бельгийц Добрый Закат. Но сегодня у нас присутствует ярмарка со скидками на некоторые породы и там как раз появилась та самая лошадь, которую я очень сильно, прям очень-очень сильно хотела ей купить. Мне прямо повезло, что она приехала и как раз сегодня мы будем эту лошадку себе покупать. Мне очень непривычно видеть Дашу в своем родном аутфите, потому что весь день рождения я каталась в другом сете, в сиреневом, и она так круто в нем смотрелась. Я настолько привыкла, что она там настолько классная, что когда я вернулась в стандартный стиль, мне уже как-то не по себе. Я вот думаю, может быть, постоянно перейти на стиль дня рождения сиреневого цвета. Итак, ну, давайте угадаем, вы попытаетесь угадать, буквально несколько секунд вам, да, какую же лошадь Даша хочет себе в конюшню третьего поколения. В кое-таки веке третьего поколения. Это второй раз в жизни вообще, когда я записываю на Дашу видео с покупкой третьего поколения. Вот, и сама очень сильно волнуюсь, очень долго думала, надо, не надо, надо, не надо, но в итоге поняла, что надо, потому что кататься постоянно на одном и том же бельгийце, что-то как-то скучновато. Нет, мы очень любим, конечно, доброго заката, но все-таки хочется иногда разбавлять езду еще какой-нибудь лошадкой, кроме бельгийца и лохматика. Ну что, есть мысли, какую лошадь я беру? Я скажу сразу те, кто подумали, что Пасафина вы угадали, потому что я хочу себе на этот аккаун взять серого в яблоко Пасафина. Вот эту прелесть! Я в какой-то момент прям влюбилась в эту масть для Даши, и несколько месяцев я размышляла над ее покупкой. Да нет, как бы много было за, много было против, но сейчас как бы у нее появились старкоинцы. Раньше я старкоинцы закупала на нее только по мере необходимости для покупки старых коней, то бишь там 1000-2000 СК закупала, а сейчас я потратила побольше 10К. И мы эти 10К уже почти все потратили, потому что кто был на стиме, помнит, что мы очень много аутфитов купили, причесок, макияжа, плюс еще спасение коней, и таким образом уже осталось меньше 5К старкоинцев. Но тем не менее, мне хватает на хорошую новую лошадь. И сегодня мы будем брать вот этого шикарного пасика, пасафина, серой масти, и о боже, какой он красивый! Это очень странно, когда ты на одном аккаунте какую-либо масть вообще не воспринимаешь, вообще даже внимания на нее не обращаешь, зато стоит тебе оказаться на другом аккаунте, все, это любовь, это любовь. Так, я чего-то не понимаю, в чем разница этих... Ааа, тут есть хвостик. Ну, Даша не занимается коном спорта, в соревнованиях никаких не участвует, поэтому делать шишки или любую короткую стрижку на пасафина, чтобы была видна шея, ей не нужно. Да и в принципе у нее есть лайф, поэтому я могу это сделать вообще в абсолютно любой момент. Итак, пасафинам противопоколения, характеристики. Сила 4, дисциплина 2, скорость 0, выносливость 1, гибкость 0, лошадь, которая вообще не подходит в вестерн. Стуих 570 старкоинцев без изменения прически. Что ж, давайте пойдем уже выбирать, кто это. Я разрываюсь, так как я не знаю, кобыла это или жеребец, но вообще я планировала, что это будет взрослый жеребец. Вот такой вот весь красивый, весь из себя. Да, у Даши пока нет ни одной кобылы новой, третьего поколения. В стареньких есть, в новеньких нет. Так, о, мне кстати нравится, тут есть слово почетный. Мне это уже прям... Оно еще и с окончанием нормальным есть. Ну что ж, на Дашу можно и на русском языке называть, то есть это как бы не принципиально вообще. Так, а вот тут дальше надо подумать, хотя есть у меня уже одна мысль. Рыцарь, почетный рыцарь. Вот, да, или может быть лорд, что-то такое. Лорд, почетный лорд. Но нет, лорд, мне кажется, это должна быть какая-то темная лошадь. А тут, не знаю, что-то хочется такое. Почетный сокол. Тоже нет. Наверное, действительно, вот самый первый вариант, почетный рыцарь. Да, это то, что мне хочется больше всего, потому что я прям, не знаю, я такой любви искренне к Пасафине давным-давно не испытывала. И на основном аккаунте больше Пасафины, я думаю, брать никогда не буду, потому что мне одной удачи хватает, благородной. А тут, как бы, такой просто красавчик, да еще и рыцарь, как бы и почетный. Так что будем его сегодня покупать. Итак, взрослый, жеребец, Пасафина, почетный рыцарь 570 СК третьего поколения, даже сама не верю в это. Покупаем. Даша, Даша, ой, чего зимой. Надо было заскринить, но я не успела. Даже не верится Даша, третий, третий поколение. Кстати, между прочим, это у нее будет третья лошадь третьего поколения. То есть, вообще, это юбилей, я считаю, в неком плане. Ой, не время мне терпится. Мы сейчас еще комплект на него будем подбирать, потому что вот этот комплект, который на Бельгийце, на Дроповом Закате, он был куплен зимой. И чуть ли не на последние старкуинсы. Я недели две ходила, думала, покупать или нет, и не жалею, потому что это очень классный комплект. Именно в Альтрап и на Гавке. Они такие, как будто снежком присыпанные. И я постоянно с ними катаюсь на Бельгийце. Я прям в восторге. Это прям ее комплект. Прям для нее. Ну, в моем плане. Не вообще, конечно, в принципе, по всей игре. А вот в моем понимании, как к персонажу, это ее прям вещи. Так, единственное, у меня места нет в конюшне. Поэтому сейчас придется вытаскивать нашего Пасафина. И, похоже, придется покупать еще что-то. Кстати, нет. У меня весь седловой уздечка из этого зимнего комплекта. Что я говорила? Я говорила, что придется покупать сейчас отдельную амуницию для нашего Пасафина. Так, а где он? Паса. Пасафина. Рыцарь. Вот он, вот он, вот он, вот он. Куда бы, куда бы, куда бы, куда бы. А давай мы сделаем вот так. Мы араба убираем. Мустанга меняем. И вот он. Боже мой, ребята. Это прям... Знаете, иногда возможность иметь несколько и содержать несколько аккаунтов. Это такая радость, когда на каждый из этих аков покупаешь своих лошадей, которые, ну, неповторимы. То есть, если на одном аккаунте я вообще не люблю покупать вороных, то на другом наоборот. А то, что вороной аккаунт, как бы, там вообще не хочется иметь светло-серых. Да и вообще, как бы, ну, просто, я не знаю. Была бы возможность в ССО создавать на одной учетной записи несколько аккаунтов, я бы не страдала такой, скажем так, фигней, как создание несколько аккаунтов. Вот. Вы же выпатитный рыцарь. А он же еще относится у нас к одной из самых, как бы, доступных по амуниции лошадей. То есть, на него можно и самые последние узечки, и колокольчики, и вообще все. Нет, конечно, это еще можно на пейнтхорса, по-моему, на лохматиков. Но на лохматиков нельзя надевать нагавки. Это очень грустно. Так, о, божечки, что вы на тебе надете? Что у нас есть? Ага. А, у меня же есть комплект, имененный комплект дня рождения. Но мне кажется, он на нем не смотрится. Хотя, кто я такая, чтобы судить? Нужно идти и смотреть. Тут еще полный бардак, как всегда, в шкафу. Ой. Ой-ой-ой. А я за Дашу не получила весь комплект дня рождения. Да. Вот, я немножечко проморгала этот момент. И, казалось бы, вроде бы Даша второй по активности аккаунта. А я не собрала на него весь комплект дня рождения. И буду жалеть это... Буду жалеть до следующего года на эту тему. Ну, да ладно. У нас есть вот эти подарочные, которые нам давали за код. Да и, в принципе, все. И как раз подойдет та кофточка, которую мы получили за поиск. За поиск того предметов. И мы наденем еще кепочку, шапочку. И вот это уже другое дело. Ой, ну мне нравится. Ну, это временный комплект. То есть, не на постоянку. Ну, кстати, вот в этом сете Даша мне нравится больше всего. Именно по одежде, не по амуниции, а по одежде. Она сразу такой классный становится. Прям просто вау. Может быть, кстати, и буду в нем ходить постоянно. Но по поводу амуниции это вряд ли. Что-то меня в ней смущает. Она, конечно, очень хорошо, мне кажется, на нем смотрится. Но он имеет немножечко такой коричневый оттенок масти. Поэтому, видимо, меня не совсем устраивает. Ну, кстати, вот так вот они очень похожи. Просто классно. Я очень рада покупке этого пасафина. И оооо. Я уже забыла, какая это классная лошадь. Так, ну, я знаю, что точно куплю сейчас колокольчики. Колокольчики, колокольчики. Колокольчики должны быть у вас в наличии всегда. Хотя бы какие-то. То есть, либо только маленькие, либо на все ноги, либо только на передние ноги. Я не знаю. Ну, какие-нибудь колокольчики должны быть у вас. К примеру, чтобы проверять, доступны ли они на нововышедшую породу. Но я, в принципе, люблю вот такие вот колокольчики. То бишь, только на передних ножках. И обязательно с мехом. Вот этой вот ватой, как я ее иногда в голове называю. Так, 40 старкуинцев давайте купим сразу, чтобы потом не забыть. И просто посмотрим, как это смотрится на почетном рыцаре. О-о-о, какой ты... Ой, боже мой, я не могу... Ребята, вы даже не представляете, какой сейчас я не то, что кайф, а наслаждение испытываю от того, что не просто я купила лошадь, а я купила нонсенс нового третьего поколения лошадь на аккаунт старых коней. И это просто вау. Это просто вау. Это, конечно, не такое вау, когда я купила первого своего нормального коня Даши, это бельгийца, но здесь просто такой экстерьер, такая порода, такая масть. Они очень хорошо смотрятся. Так, ну и давайте посмотрим, какие же аллюры у данной лошадки. Это у нас шаг. Я, пожалуй, только переодену. Все-таки винты. Шаг. Рысь. Очень красивый. Пасафин у нас используется как выездковая лошадь в ССО. Ну, на конкурс, я считаю, его брать нет смысла, а вестерну он не подойдет, потому что он вообще не гибкий. То есть гибкость ноль. Дальше у нас идет манежный. Вот такой вот очень интересный манежный голоб. Мне, правда, всегда смущает, как двигаются задние ноги именно вот здесь, потому что это выглядит как механическая лошадка. Голоб. Вот такой вот тоже очень интересный. Такой прям собранный со своей шеей, окаменевший как будто. Быстрый голоб. Он вытягивается весь в такой вот станции. Ну и просто более быстрый голоб. Остановка. Остановка, кстати, более вестернская. На удивление. Осаживание. Такое аккуратненькое. Ушки назад, шею поднимаем. Но, правда, смотрим только вперед. Так, ну и дыбы еще раз посмотрим. Вот такие вот у нас дыбы. Я думаю, вы на них уже насмотрелись. Специальный элемент у нас есть на пробеле, но пока он маленький, я не могу его вам показать. Ну что ж, на этом видео точно подошло к концу. Спасибо большое, что посмотрели его. Даша просто на седьмом небе. От счастья, что ей купили нового коня. Прям новенького, новенького. Ну что ж, будем заниматься с ним, качать его. И думаю, в последующие видео чаще всего вы будете видеть именно рыцаря, чем бельгийца. Да. Так что на этом все. И мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Боже мой, я не верю. Я не верю, что я это сделала. Я сейчас столько фоточек с ними наделаю. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!